Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Сегодня будет такой, в общем-то, по большей части трипологический ролик. Не планировал я его вообще говоря снимать, но так сошлись все звезды. Нарвался я на халяву в Минске. Одновременно вышел ролик по васселлера. Ну и как бы позадавали мне разных вопросов. Попросили рассказать еще кое-какие байки. Ну это после уже байки про столяров и плотников. Для тех, кто хочет посмотреть собственно саму заточку, советую перемотать самый конец ролика. Последние, наверное, несколько минут. Ну а я начну рассказ, сдабривая его разными байками. Ну и этим роликом я думаю убить не двух зайцев, а целую стаю. Мне стаю, наверное, неправильно. Атару? Ну нет, тоже стада. Ну не знаю, в общем, кто знает, как называется шобла зайцев, можете написать в комментариях. Ну а я, в общем-то, начну. Купил я, наверное, лет пять назад набор из четырех вот таких вот 3М-овских надфилей. Значит, четыре штучки в наборе. Тут получается черный грубый это 125 микрон, красный средний это 74 микрона, желтенький 40 микрон это файн, и белый это 20 микрон супер файн. Использовал я, в общем-то, вот эти вот надфили для того, чтобы подправлять фрезы. Но в основном я подправляю пазовые фрезы, использую их для неответственных работ. Хороший эфемизм это для неответственных работ, и про него пойдет первая байка. Довольно часто друзья, знакомые обращаются ко мне с помощью выбора инструмента, иногда просят просто с ними подъехать там в магазин или на рынок. И вот, как я заметил, вот это вот выражение для неответственных работ, это, в общем-то, выдает хорошего продавца, у которого есть еще какая-то совесть. Ну, хорошие продавцы, хорошие не в том смысле, что они для вас хорошие. Я имею в виду, что они умеют продавать. Так вот, хорошие продавцы, на мой взгляд, лично делятся на две категории. Одни у которых совесть есть, у других, у которых совести нет. Вот когда совесть есть, к нему приходит клиент и говорит, допустим, мне нужно дрель выбрать, показывает вначале на зеленый бош, а потом на синий бош. Про синий и зеленый бош я чуть попозже баечку расскажу. Ну, вот, значит, если у продавца есть совесть, то он спросит, а для каких задач вам нужна. Если там по дому что-то чуть-чуть просверлить, то посоветует зеленый бош и скажет, это хороший инструмент, любительский, для неответственных работ. Если совести нет, то, в общем-то, опытный продавец довольно быстро определит, какую сумму покупатель готов потратить на инструмент, и в зависимости от этого и будет дальше вести беседу. Либо скажет, что вот, замечательный, шикарный бош, зеленый, чудо просто. Это если увидит, что у покупателя денег не очень много, либо скажет, да не смотрите вы на эту любительскую фигню, вот инструмент для настоящих профессионалов, синий бош, это ваш выбор. Проблема в том, что вот такое вот поведение, это у продавцов хороших. Очень часто мы встречаем продавцов плохих, и как бы понять, что-либо из их речи вообще непонятно. Поэтому я, когда иду на рынок или в магазин выбирать инструмент, никогда не пользуюсь услугами продавцов-консультантов, к их мнению не прислушиваюсь, а до этого просто читаю форумы, смотрю обзоры, что и вам, в общем-то, советую. Часто меня спрашивают про мое отношение к марке Бош, к инструменту их марки, но оно не очень хорошее, если честно, и я сейчас постараюсь объяснить, почему. Бош выпускает под своим именем три совершенно разные линейки инструмента, разные по качеству, по функционалу. Ну, значит, третисортный инструмент – это зеленый Бош. Ну, в большинстве случаев это такой бытовой инструмент, который, я считаю, очень сильно переоценен. Есть, ну, скажем так, инструмент не хуже, который стоит гораздо дешевле. Линейка подороже продается в Европе, несет гордую надпись Professional, сопровождается рекламными компаниями с брутальными профессионалами небритыми. Ну, в общем-то, отношу я его ко второму сорту, и сейчас объясню, почему. Первосортный инструмент Бош выпускает для рынка США и Канады. И разницу между синим Бошем для Европы и США очень хорошо иллюстрирует вот этот вот кромочный фрезер. На английском он называется, по-моему, Palm Road. Значит, фрезер, который продается для США, с виду выглядит так же, имеет два небольших отличия. Первое, в американском роутере вот этой вот надписи Professional нету, но вместо этого стоит константная электроника, плавный пуск и регулировка оборотов. Ну, еще таким небольшим отличием является то, что американский фрезер стоит гораздо дешевле, чем европейский. Ну, а поскольку фирма Бош причисляет меня лично ко второму либо к третьему сорту своих потребителей, то и я к ней отношусь без особых симпатий. Что, вернемся к нашим надфилям. Зашел я вот буквально вчера в магазин возле моего дома, это Ома, большой строительный гипермаркет. И что я увидел, что вот эти вот напильнички продаются по цене 2 евро. Ну, два буквально с небольших. С учетом, у меня скидочная карта есть, это практически 2 евро за вот такой вот набор из 4-х надфилей. Ну, чтобы не быть голословным, вот чек. Видно, цена 43 тысячи девятьсот, это без скидки. Ну, как бы вот сейчас евро у нас в Белоруссии перевалил за 20 тысяч за 1 евро. Ну, поэтому, как бы примерно 2 евро. Ну, и теперь расскажу, почему я не пользуюсь белорусскими рублями и вообще цены в рублях не озвучиваю. Вот, смотрите, ну, грубо возьмем 40 тысяч за набор вот этих вот надфилей. Если перевести это на советские рубли, у нас было 2 динаминации, это получится вот еще 4 нолика, да? Это 400 миллионов советских рублей. Значит, в советские времена в Минске Волга без рецепта, без карточки, без очереди и рекомендации правкома, обкома, райкома и не знаю кого, стоила, ну, как называли их спекулянтами, 25 тысяч рублей. На Дальнем Востоке, я знаю, доходило до 50-60 тысяч. Но у нас вот где-то 25 тысяч стоила новая Волга. Ну, и вот на сумму в 400 миллионов советских рублей можно было купить 16 тысяч новых Волг у спекулянтов. 16 тысяч новых Волг делим на 365 дней и получаем приблизительно 43,8 года. То есть на протяжении 44 лет каждый день вот на эту сумму купив Волги, я мог покупать новую Волгу. Ну, а зачем мне столько новых Волг? Я вот купил себе набор надфилей. То есть вы понимаете, какая девальвация у нас в стране. Ну, я так понимаю, мы первое место в Европе уже заняли, а в мире, по-моему, нас Зимбабве только обгоняет. Но я думаю, что наши подтянутся. Поэтому называть цены в белорусских рублях, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Ну, и вернемся к нашим надфилям. Я, в общем-то, скупил не последние. Взял я себе вон 4 набора еще про запас на случай ядерной войны. Еще есть. И на витрине есть, и в коробке там. Девчонка долго искала. Выглядят они не сильно уже приглядно. Вот эти вот термонаклейки все выцвели. Тут какие-то цифры понаписывали на них. В общем, вещь не бесполезная. За такие деньги. И вообще говоря, весьма и весьма прекрасная. По стойкости. Ну, вот я уже лет 5 вот этим вот пользуюсь для таких эпизодических работ, да. Ну, как я фрезы подтачивал, топор как-то наводил в товарищу. Ну, еще они работают. У меня еще первый набор. В общем-то, и не сносился. Пленочка вот эта вот иногда бывает по краю. Вот, не знаю, видно, не видно. Чуть-чуть задирается, но, в принципе, все очень весьма и весьма прилично сделано. В общем, притащил я радостные в клюве вот эти вот надфили. И тут увидел, что вышел новый ролик Пола Силера по заточке кухонных ножей. Ссылку на канал Пола и на этот ролик его я выложу в описании к видео. Ну, я просто не думаю, что много из моих подписчиков подписаны и на Пола. Ввиду того, что он по-английски говорит в своих роликах не все понятно, наверное. Но, в общем-то, Пола это такой, расскажу кратенько, американский дедушка-столлер, работы которого в Белом доме есть. И ведет он курсы по обучению столярному делу именно ручным инструментом. Ну, и выкладывает ролики свои. Написал книгу весьма полезную, если она у меня. И видеокурс сделал по столярному делу ручным инструментом. В общем, всем, кто интересуется работой с ручным столярным инструментом, я очень рекомендую его канал. Но его инструментальный как бы кабинет, мастерская, это, конечно, что-то потрясающее. В моем списке мечт трехтонном походить просто на экскурсии по этой мастерской и посмотреть инструмент. Это далеко не в самом последнем томе находится. Ну, и решил я, не откладывая в долгий ящик, протестировать метод заточки кухонных ножей по полуселлеру сам. Вот такой вот у меня есть ножик, тромантина, углеродка, поэтому такой неказистый. Ну, мне он больше всего нравится на кухне, я им чаще всего пользуюсь. Метод, в общем-то, до безобразия прост. Значит, ну, для начала я помечу маркером, чтобы потом было видно, где я буду точить. Взял я вот такой вот обрезок, пробковое покрытие для пола. Можно взять доску, можно взять там, книжку, можно взять кусок ламината, еще что-то. Единственное, что, смотрите, вот толщина вот этой вот доски будет определять угол заточки ножа. Так, подвину я, чтобы это все в кадр вошло. Будет не очень удобно, наверное, точить, но ничего. Значит, вот эти вот надфили я смачиваю масло Джонсон Бэби. Что-то много набухал. Сейчас на остальные еще. Ну, вот так вот. Кладем ножик, кладем надфиль и начинаем круговыми движениями вот так вот затачивать. все просто. Потом переворачиваем. Неудобно все-таки на камеру это, но не важно. И продолжаем точить. Самый грубый алмаз я не использовал. Это черненький. Начал, так сказать, со среднего. Ну, уже, наверное, дальше снимать вот эту вот штуку не буду. Покажу уже на финише. Ну, вот довольно быстро вот такая вот кромочка получилась. Так вот, наверное, видно. Ну, подправлю эту всю историю на пасте. Буквально, вот, пару движений. Ну, вот, буквально пару движений. Попробуем чуть-чуть порезать. Ну, в общем-то, не бог весь что, да. Но для кухонного ножа вот так вот за пять минут, за три заточить с купого состояния вполне себе рабочий метод. В принципе, на пасте можно было и не править. Для кухонных дел и так сойдет. Ну, вот такой вот метод заточки на алмазах стоимостью в два евро. Кому ролик понравился, ставьте лайки. Не понравился, смело, дизлайки. Все, спасибо за просмотр. До свидания. Уже попрощался и понял, что самое главное тесто я не показал. Вот, показываю. вот он, главный тесто. Все хорошо. Все, теперь точно до свидания. Спасибо. Спасибо.